6 октября, день Иоанна. Слово на зачатие пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Многие матери зачинают детей, но мало кого прославляют. Известны только три матери, в очереди которых совершившиеся зачатия стали предметом удивления. Праведная Анна, святая Елисавета и предчистая Дева Мария. Анна зачала Богородицу, Елисавета – предтечу, а Дева Мария – Христа. Все зачатия были возвещены ангелам, совершились по благодати Божией и по просьбе самих родителей. Считалось, что сегодня надо обязательно утеплить и протопить избу, заготовить дрова на зиму. Тогда зиму будет проще выдержать. Сегодня выпекали на левушке, варили картофель, толкли его в пюре, сдабривали молоком и яйцами. Наливали эту смесь на приготовленную заранее ржаную лепешку. Края лепешки аккуратно заворачивали и выпекали на левушке в печи. У наших предков была такая предмета, если человека постигла неудача, то его называли бедолагой и старались держаться от него подальше, чтобы самим не заразиться. Интересно, подмечено как. Говорили, что свои беды пересчитывать нельзя. Сколько насчитаешь, а это считается, что накличешь бед, столько их придет вновь. То есть то, что было, отбросьте и больше об этом не вспоминайте. Вперед и только вперед. Приметы. Если сегодня мало грибов и много орехов, к суровой зиме. Если сегодня слышны крики гусей, летящих очень высоко на юг, к скорой и лютой зиме. Если сегодня луна в кругу, это к засушливому лету. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.